В общем, говорим сегодня о студентах в разных странах. Даша, скажите, пожалуйста, сколько лет вы учитесь в Литве? Я учусь здесь третий год. Поступила на первый курс в РГС-гумитарный университет и вот продолжаю поступить. А до этого в Беларуси учились? Да, до этого я училась где-то полтора года примерно в Лингвистическом университете, в МГУ. Вот, но по тому факту. Даша, скажите, пожалуйста, отличается ли система высшего образования в Литве от белорусской? Можете ли вы провести какие-то параллели? Я могу сравнивать непосредственно, ну там, я с ЕГУ, да, то есть, как представители, на ЕГУ сложно говорить только в абсолютно Литовском университете. То есть, ну, он все-таки, ну, отличается и от тех, и от других. Вот, но, допустим, от белорусской системы образования ЕГУ отличается значительно, потому что, если в белорусском вузе студент начитывает какие-то тексты, книги, и потом их просто воспроизводит, то в ЕГУ образование направлено именно на обучение студента мыслить, организировать свою точку зрения, выставить свое отношение к каким-то позициям, к каким-то тезисам и теориям. То есть, ну, это больше что-то рассудительное, нежели просто воспроизводительное, воспроизводительное, воспроизводительное и избывание информации. То есть, в принципе, разница достаточно существенная по сравнению с тем. Разница достаточно существенная. Скажите, пожалуйста, интересует вопрос такой, сколько стоит обучение в Литве, вот для рядового студента? Ну, во-первых, это зависит от вуза, безусловно, но, насколько мне, здесь около 1200 евро стоит. В год? В год, да, в год. А меняется ли как-то сумма оплаты, которую студент платит? То есть, вот если, например, 1200 долларов он в первый год платит, например, на третьем курсе он платит столько же, или как-то меняется цена? Опять же, если мы говорим о ЕГУ, о примере, у нас своя стоимость самообучения, она определяется на первом курсе, и в течение самообучения не меняется. Видите, что она изменяется несколько от набора к набору, там, каждый год меняется количество бесплатных мест, там, самая полная стоимость обучения. Обучение не полное, а там, тут часть, которую мы платим, это зависит от количества получаемых грантов и прочего, а непосредственно, ну, стоимость на этот уровень ничего бы не умеет. А кто чаще всего платит за обучение? Студенты, родители? Может быть, выдаются какие-то гранты государственные, или, может быть, какие-то другие? Ну, выделяются гранты на обучение, то есть, на сколько я знаю, например, в Зеленской Вильнюсской художественной академии, то есть там есть бесплатные места, которые финансируются государственным, там, и других государственных университетов. А в ЕГУ же мы получаем гранты от Евросоюза, от Союза Северных стран и прочих, и там отдельно от частных государств и частных лиц, и из этих денег идет оплата стоимости обучения бесплатных мест, и также там белорусы, в принципе, не платят 100% от стоимости обучения, а платят только 60%, а остальные 40% от стратегии идут с этого деньги с грантов и с трассового фонда. А стипендию студенты получают? Ну, да, то есть мы все, естественно, то есть все зависит от того, насколько хорошо ты учишься, и есть возможность получения стипендий. И вот это очень важно, мне кажется, это отличие от белорусского вуза, у тебя есть реальная возможность перейти бесплатного обучения на бесплатное, ну, равно, как и обратно, да, то есть, потому что существует рейтинговая система, когда в течение года проводятся итоги, выстраивается рейтинг студентов в группе, и все бесплатные и платные места распределяются заново каждый год. То есть, если я правильно поняла, и даже если я учусь на бесплатном отделении, да, то есть не плачу деньги за обучение, я все равно могу на следующий год попасть в платное, в число платных студентов. Если, да, если, ну, там, не учиться, если ты получаешь, там, низкий балл, то есть если ты получаешь средний балл, ниже, чем студента, который поступил на платное, научился лучше, то, ну, то ты будешь идти дальше на платное. То есть это очень... Это стимулирует учиться постоянно, не только хорошо, да, ты займешь студентами. Хорошо, допустим, представим ситуацию, что студенты сами платят за свое обучение, например, родители не могут им, ну, дать какую-то сумму определенную. Получается, что человек должен работать во время обучения. Как получается совмещать учебу и работу? Много ли студентов, которые учатся на дневном отделении, работают? Ну, работать немного, и, ну, это, в общем-то, работа по фрилансу всевозможная, которая не требует там ежедневного присутствия в офисе, да, то есть ежедневный студент присутствует в университете. Но достаточно, если это работа с гибким графиком каким-то, то вполне можно работать. То есть я, например, работаю, там, у меня там друзья тоже работают, тогда есть возможность договориться так, что ты несколько часов проводишь в медицинске, потом ты работаешь, там, те же несколько часов, ну, и там, дальше, там, продолжаешь учиться. Ну, то есть студенты не стесняются работать, там, подчасовыми, там, официантами, там, и все еще, да, то есть, ну, потому что это тоже труд, и, ну, то есть подбирать те профессии, тот раз деятельности, который позволяет отправлять гибким графиком и соотносить его подписанием университета. А сами преподаватели как относятся к тому, что студенты не присутствуют на занятиях, а работают в это время? Ну, студенты стараются присутствовать на занятиях, они работают в это время, то есть я говорю, там, именно о гибким графике, чтобы совмещать это и другое, но, в принципе, ну, можно, можно договориться с преподавателем, там, ну, об одном нескольких пропусках, по следующей сработке, то есть как-то так, вот, но в целом присутствуют на занятиях сразу не нужно. Хорошо, а вот в вашем университете в ЕГУ сколько иностранных студентов учится? У нас преимущественно учиться только в Беларуси, ну, и университетов иностранцев очень, ну, крайне мало, там, в ЕГУ. Ну, это иностранцы, это, там, русские, то есть есть некоторое количество ребят, там, российских, вот, но так, это белорусцы. И они тоже получают стипендию наравне со всеми остальными, да? То есть никаких таких вот повышенных каких-то или пониженных, наоборот, стипендий. Нет, поскольку у нас учатся только белорусы, а, те иностранцы, да, конечно. Это все зависит, ну, именно от того, как ты учишься. Хорошо, интересует еще такой вопрос. На что хватает вот этой вот стипендии? Ну, стипендий хватает на то, чтобы оплатить аренду жилья, ну, если ты снимаешь там с кем-то еще, коммунальные услуги, которые, конечно, большие, но и остается, там, еще на что-то такое. На, там, жизнь такую. То есть, в принципе, на жизнь более-менее хватает? Ну, нет. То есть, если говорить там о том, что полностью содержать, существовать на одну стипендию, то это все-таки, на взгляд, невозможно. Ну, потому что, ну, там, в среднем на оплату жилья, там, уходит, там, вот эти две трети стипендий. Вот. И, там, то есть одна третья, это именно там, ну, ну, так, ну, можно, но лучше, если где-нибудь больше. Даша, еще последний вопрос. Хотелось бы поинтересоваться. А вы бы хотели учиться в Белорусском университете? То есть, закончив ЕГУ в Литве, приехать в Беларусь и, может быть, там, продолжить или получить второе высшее образование в Белорусском университете? Нет. Почему? Потому что, ну, я ушла из Мьяза. Одна из причин моего ухода оттуда и для недовольства с самой системой образования, когда отсутствует диалог с преподавательностью, когда нет возможности высказать свою точку зрения либо своё несогласие с позицией преподавателя. Как-то вообще самому фруктурирует своё рабочее время. Вот. И меня это, действительно, не устраивает. И, тем более, там, после окончания муда, второй высший, когда тебе нужно... Ну, то есть, там слишком жёсткие рамки и отсутствует какой-либо дискуссии, да, какого-либо конструктивного диалога с твоим преподавателем. Ну, это не образование, а научение такое. Ну, я считаю, что это не для меня. Ясно. Ну, и напоследок уже самый последний вопрос. Легко ли студенту после обучения, после окончания университета устроиться на работу? Вот у нас есть практика распределения, там, на два, на три года по месту работы. Как обстоит дело в Литве с этим? Ну, молодым специалистам, а то есть, здесь нет распределения, вот, и молодым специалистам, безусловно, сложно найти работу. Ну, здесь, но здесь всё зависит от твоих личных качеств, то есть, от того, насколько ты профессионально, ну, вдруг ты владел своей профессией. Опять же, то есть, есть разделение, ну, такое, в старшем секторе, в частном секторе, всё-таки, ну, там, какие-то частные компании, они имеют, вращаясь в внимание, там, статус молодого специалиста на простор. То есть, в окончании университета, они смотрят в большей степени на способности и потенциал молодого человека. Ясно, хорошо. Ну, это нормально, потому что, если бы не было сложности, то, если бы не было бы символов. Действительно так. Всё, спасибо большое, Даша. Спасибо за то, что вы поучаствовали в нашем эфире. Было очень приятно с вами пообщаться и познакомиться. Спасибо большое. До свидания.